Через какое-то время сейчас подъедет Юра Милкин, он юрист и будущий адвокат. Он пять часов об этом рассказывает. Он пять часов об этом рассказывает, и все равно каждое дело уникально по-своему. Будет приниматься внимание масса нюансов. Все, что угодно. Свидетельские показания такие и всякие. Отказался, взял. Чего не стоит делать? Не стоит пытаться что-то порешать деньгами, особенно с полицией. Это они там ничего не решают. Чего не стоит делать? Пытаться порешать деньгами с пострадавшими. Да, есть возможность мирного договора, который оформляется через суд. Если я там человеку что-то сломал, я не хочу за это сидеть, я могу компенсировать ему расходы на лечение. Юра Милкин, иди сюда. Здесь можно не называться. Юра Милкин, юрист, будущий адвокат. Я тут твой хлеб ел, я рассказывал про необходимые пределы самообороны. Святая идея. Я уложился, заметил, 40 минут, а ты 5 часов об этом расскажи. Расскажи коротко, пока они слушают, что за семинар оружия самообороны закон и про корпоративное для охранников. Про анонсилы. Про анонсилы. На сегодняшний день у меня два проекта есть. Первый. По обороту оружия в Украине. Правила, ограничения, возможные проблемы, о которых многие не знают. Которые регулярно выскакивают по результатам рассмотрения судами дел. Любители покататься, например, с дробовиками с установленными пистолетными рукоятками. Также расширенный, как Антон сказал, на 5 часов блок по необходимой обороне. То есть, опять-таки, с ситуациями, с кейсами, с, скажем так, примерами, которым желательно не следовать, чтобы не получить срок на бустер месте. Относительно второго проекта. Подготовлен специально для сотрудников охранных предприятий, причем как работающих официально, так и не имеющих лицензии на охранную деятельность. У нас ситуация распространенная. Человек, по сути, числится охранником, выполняет обязанности охранника, но такого статуса по закону об охранной деятельности не имеем. Соответственно, абсолютно разная реальность, в которой человек живет. Разные права, разные обязанности, разные ответственности. Рассмотрены оба варианта. Кроме того, рассмотрен вопрос применения спецсредств с субъектами охранной деятельности, а также обычными гражданами. То есть, что делать и что говорить, если вы носите на работу свой травмат, например, можно ли заниматься охранной деятельностью с вашим зарегистрированным охотничьим оружием, что многие делают, как вы знаете, и так далее. Как выходить из проблемных ситуаций, как в них не попадать. То есть, первый курс рассчитан на 5 часов, второй курс, думаю, за 4 уложимся. То есть, в принципе, может быть много интересного, много полезного и знания, которые позволят не попадать в ситуации, скажем так, из которых выходить или дорого, или невозможно. Спасибо. Первый курс самообороны оружия закон пройдет здесь же в следующее воскресенье. Очень рекомендую. 5 часов и по оружию Юра собаку съел. Реально можно влететь, купив Хацан в магазине. Потому что у Хацана пистолетная рукоятка, а приклад съемный. И вот он уже, короче, 80 метров. А они, суки, продают. Людям продают срок.